Большое не будет видео, потому что я буду бомжевать, а домик я себе построю из вот этих картонок. Всем привет, ребят! Я Саммерс, и сегодня я решила снять для вас видео о своем уходе за кожей. Я, на самом деле, долго откладывала съемку этого ролика, потому что это немного не моя тема, но я подумала, что если бы мне кто-то в 14 лет где-то хотя бы рассказал то, что я знаю сейчас, и чем хочу поделиться, я была бы очень благодарна, потому что это мне бы реально помогло. На рынке есть огромнейшая просто куча разных товаров, где-то 80% из которых абсолютно нам не нужны, то есть они ничего не делают, и это будут только зря потраченные деньги. Я же хочу вам рассказать то, чем я пользуюсь каждый день, не каждый день, что реально помогает, и то, что нам реально нужно. И, конечно же, объяснить, почему так случилось, что именно это нашей коже нужно, а все остальное нет. Перед просмотром помни о том, чтобы подписаться на мой канал и также нажать на колокольчик, чтобы тебе приходили все мои новые ролики. Первое, что нам нужно, это, конечно же, очищение. Возможно, это совсем не надо тому человеку, который живет в полностью чистой зоне, где атмосфера не загрязнена, где нет машин и нет заводов. Вы знаете такое место? Так вот, если вы живете в таком месте, можете пропустить этот шаг. Если вы живете, особенно в крупном городе, где постоянно пробки, куча машин и куча заводов, то этот шаг будет для вас самым важным. У меня тут есть 4 средства для очищения кожи, которые вместе работают просто на отлично, и все мне хорошенько чистят. Перед тем, как делать маску, я пользуюсь вот этими тремя вещичками. Сейчас объясню, что это такое. Очень мне нравится вот этот вот гель для очищения. Он смывает косметику и вообще довольно-таки хорошо чистит. Я им пользуюсь уже, наверное, больше года. Разными щеточками для очищения я начала пользоваться 4 года назад, но делаю я это не часто. Не каждый день, там, как, например, советуют, я могу делать это только после того, как сильно красилась. Например, когда снимаю видео. Я тогда делаю обычно макияж намного сильнее, наштукатуриваясь, чем в обычной жизни, и мне нужно более глубокое очищение. Также я использую щеточку перед тем, как делать маску. Просто если вы перед маской не очистите лицо, она не будет действовать так хорошо, как могла бы. На лице я вожу всегда очень легко прикладывая, не надавливая ни в коем случае, по массажным линиям. Она еще так приятно вибрирует, но если у вас проблемная кожа, вам лучше не дотрагиваться до лица вообще. Особенно с щеточками. Ничем не дотрагивайтесь, не трите его, старайтесь минимализировать касание. Я о проблемной коже вам тоже немножко расскажу чуть позже. Но в целом, если вы ее будете хорошенько очищать, вы не допустите того, чтобы поры закупоривались и появлялись какие-то прыщи. Я, значит, пойду помою щетку и смою все со своего лица, и мы продолжим. Мои брови немножко раскидала. Я использовала салфетку для того, чтобы вытереть свое лицо. И вообще в моей ванной комнате стоит что-то вот наподобие вот этого. Уже на протяжении лет 8, наверное, 9, где-то вот в лет 12 я поняла, что хватит вытирать лицо полотенцем. Вообще, как я могла это делать, я не понимаю. Нужно переходить на бумажные салфетки. Что я вам советую, если у вас проблемная кожа. Да если у вас любая кожа, вы, если вытираете полотенцем, то она как бы не обновляется за ночь. Все останется на полотенце. Микробы могут там начать размножаться. Вам это надо? Переходите на такие одноразовые салфетки. Вот я заодно, пока ходила умываться, захватила вам показать щеточку, которая у меня была до этого. Она вот так вот тут крутится, но только в одну сторону. Да, и это я уже опасалась делать, боясь, что моя кожа обвиснет куда-то не туда. Но я ее оставлю, потому что здесь есть такая большая насадка для тела и еще для пяток. Та-дам! Маняется, герой! Дальше я использую вот это. Интимный гель от Venus. Нет. Здесь у меня налит тоник от La Roche-Posay, очень хороший, который помогает вам уравновесить PH. Но поскольку мы будем еще использовать с вами маску очищающую, мы отложим его на чуть позже. Я перелила в такую маленькую баночку, он у меня уже почти закончился, потому что я вожу его с собой. А большая вот такая бутылка у меня осталась дома. Ох, сейчас мы будем снова сидеть с масками. Это очень классная маска на самом деле от Body Shop. Пахнет она так ядрененько. Видите, я ее уже так наполовинку где-то, наверное, использовала. Это голубая версия маски. Я очень долго выбирала, какую же маску от них купить. И в итоге остановилась на вот такой вот, потому что у нее были очень хорошие отзывы. Я ее купила месяца 3-4 назад, и она довольно-таки в расходовании экономно, если вы не будете ее наносить жирным слоем на все лицо, потому что, в принципе, она очищающая. И знаете, она прекрасно справляется со своей задачей, то есть очищает поры. Я это увидела, как только первый раз ее использовала. Перед ней я, конечно же, чищу лицо, как мы с вами это и сделали, и давайте теперь нанесем. Я буду ее наносить на проблемные зоны. Плюс в том, что ее можно держать всего лишь 5 минут, и она начинает прям так сжечь и действовать. То есть вы не просто сидите, расслабляетесь и можете о ней забыть, вы чувствуете, что она есть на вас и что она работает. Другие маски я, к сожалению, от них не пробовала, стоила она где-то 100 злотых. Но хватит ее точно больше, чем на 10 раз, так что можно сказать, что покупка эта довольно-таки выгодная была. Я мажу ее только на проблемные участки кожи, то есть там, где у меня есть загрязненные поры. Ее я использую 2-3 раза в неделю, и где-то 1 раз в 2 недели я мажу толстым слоем на все лицо. Так скажем, профилактика. Поэтому, да, вам нравится, когда я вот так вот перед вами сижу? Мне не очень. Эта банка, она просто невероятно тяжелая, поэтому возить с собой я ее не могу. Она, наверное, будет пол багажа весить и занимать. Поэтому хорошо, что в ней есть маленькая щеточка, буду очищаться хотя бы ей. Хотя, в принципе, на время поездки делать вот такие вот паузы в использовании этой маски было бы довольно-таки неплохо. Я хочу еще от Бодишеба попробовать розовую маску, говорят, она тоже очень крутая. Заодно и пальчик очистится. Немножко. Вот она уже начинает засыхать, и то, что быстро вот ее хватит 5-10 минут выдержать, и все, мне нравится. Я обычно такие маски использую перед тем, как пойти мыться, потому что мыть несколько раз лицо отдельной водой, мне лень. Я это делаю только сегодня, и только потому, что я снимаю видео. Вы можете заметить, что вот тут вот есть всякие такие крупиночки, малайский уголь, вот. Но главное то, что она работает, и то, что работает она хорошо. Я покупала много разных одноразовых масочек. Вам нравится видеть на экране мои только разговаривающие губы? В общем, я много разных масочек покупала, и вот это вот работает лучше всех. А стоит примерно столько же. Вот смотрите, как она застывает, и тут прям все поры видны. Пропустила кусок носа, не заметила, ладно. В этом ролике потрачу кучу салфеток и обанкрочусь. Большое будет видео, потому что я буду бомжевать. Все деньги уйдут на салфетки. А домик я себе построю из вот этих картонок. Да, я уже лучше себя чувствую. Эта маска, она ещё слегка бодрит, потому что начинает так шпеть. А я люблю делать всё на ночь, и это не очень хорошо. Ну, лично для меня, потому что я потом не могу заснуть. А вот когда я с утра сделала прям... Ой. Вот, можете посмотреть, мой нос уже стал чище, кажется. Или не кажется? Но я, по крайней мере, вижу, что чёрные точечки, они стали менее заметны. Они, в принципе, у меня и так не сильно выпирают, по сравнению с некоторыми. Меня не всегда бесили, что у меня вот такие вот тут широкие поры и слегка загрязнённые. Но потом я поняла, что это не у меня одной, а у многих так есть. А просто что нужно чистить свою кожу? Или жить в тайге? Что мы делаем дальше? Берём венус, интимный гель и фигачим его себе на лицо. Вообще нет, не делайте так. Хотя, кто знает, может, если попробовать, это будет реально что-то крутое и поможет. Я протираю дальше кожу этим тоником. Во-первых, если что-то я где-то там не смыла, оно уберётся. Это специальный тоник с пейдж. Кислотно-щелочный баланс, который есть на вашем лице и который не даёт вредным бактериям размножаться, смывается обычной водой. Любыми средствами, которые вы используете. Его нужно восстановлять. Для того, чтобы у вас не появлялись прыщи в будущем. Но также важно не убивать полезные бактерии. То есть, если вы наносите кучу масок, делаете это каждый день и не восстанавливаете этот щелочный баланс, то подумайте, не это ли является причиной вашей проблемной кожи. Потому что, возможно, вот где собака зарыта. В подростковом возрасте именно это было моей проблемой, потому что я делала кучу масок, кучу кремов мазала, мыла моё лицо по несколько раз. И я не понимала, я же так много всего делаю, почему у меня появляются прыщи? А оказалось, что моё лицо просто не может справляться само с бактериями. Ну и ещё пубертатный период, всякое такое. Вот если у вас вообще минимум-минимум средств на уход, вы не можете позволить купить себе много всего и что-то дорогое, сосредоточьтесь на вот таком вот тонике очищающем. Выберите бренд, которому вы доверяете. Главное, чтобы он очищал, смывал макияж и восстанавливал кислотный щелочной баланс. Тогда это средство, в принципе, может заменить вам вообще всё, что я показывала до этого. Дальше я мажу своё лицо кремом, взбитым кремом, не, не взбитым кремом для лица, увлажняющим. Потому что, что? Да, нашему лицу снова необходимо увлажнение. То есть, второй пункт, после очищения глубокого, которое вот я сейчас сделала, оно не обязательно должно быть глубоким, хотя бы хорошо смывайте косметику и очищайте лицо, если вы там были в городе после загрязнений. Потому что даже если вы не красились, лицо всё равно загрязняется. Вы это увидите, если проведёте вот так вот вот спонжиком, сколько там будет всякой грязи. Всё по тем же причинам нам нужен увлажняющий крем, потому что воздух сухой. Он стал суше, собственно, из-за нас. Он и грязный, и сухой. И если раньше, когда не было машин, заводов, людям не нужно было беспокоиться о том, чтобы очищать свою кожу, там, залез в пещеру, вылез с пещеры, вот и вся жизнь прошла, то сейчас нам нужно как-то идти в ногу с прогрессом, потому что кожа не может так быстро приспосабливаться к изменениям. Потому что когда лет 20, наверное, назад в людей начали появляться компьютеры такие стационарные, которые светили в лицо вашего моргала голубым светом, а за 20 лет кожа уже никак не может эволюционировать и защитить сама себя от этого. Но об этом чуть позже, сейчас об увлажнении. Я использую вот такой вот этот крем, вот такой вот этот крем от Nytrogena. Я еще купила маме крем. Говорят, что он, этот крем от Nytrogena, точно такой же, не считая запаха, как и крем от Glam Glow. Я не пробовала крем от Glam Glow, вообще его не видела, но я пробовала вот такой вот этот крем, тот от Nytrogena. Мне одновременно нравится и не нравится. У него хорошая консистенция, но я не заметила, чтобы он что-то делал прям нереальное. Сейчас я воспользуюсь вот этим вот кремом после всех своих масочек. Я обычно наношу его вот так, да. Однажды бабушка увидела, что я сижу в комнате и делаю вот так. Говорит, ух, тю-тю, закрывает дверь и уходит. Не знаю, что она подумала, что я делаю. Но я просто не хочу лишний раз растягивать кожу. Кажется, этот крем на водной основе. Он с гиалуроновой кислотой, что помогает также избавиться от постакне. Он более легкий, чем тот второй, который я вам покажу сейчас. Я его маму подарила, поэтому я не знаю, сколько он стоит. По-моему, он вообще недорогой, стоит даже дешевле, чем тот от Нитраджины. И есть еще вот такой вот этот крем у меня. Это Body Shop Conopla. По-моему, это вообще мужская косметика. Мне нравится, как он пахнет, выглядит его консистенция. Но поскольку он на масле, я его использую на ночь. И мне очень нравится, как он работает. Он разглаживает мне вот эту морщинку. Вы ее видите? Нет, наверное, сейчас вы ее не видите. Но она есть, поверьте. Есть. Те, кто думал, что мне 16 лет. Это пластырь от морщины. Наверное, потому что я вот так вот отсмотрю постоянно на людей, особенно на высоких людей. И у меня начала появляться тут морщина, да. Старость не радость. Я ее пытаюсь разгладить, поэтому очень усиленно начала пользоваться вот такими всякими кремами. Хороший крем. Я думаю, что я не буду на нем останавливаться. Я буду пробовать другие марки, потому что свой идеальный я пока что не нашла. Когда я намазала на себя крем, я люблю взять вот такую вот массажку и поводить вот так вот вот по лицу. Разгладить вот эти вот свои морщины, вот эту вот свою морщину. И сделать немножко хотя бы, чтобы мое лицо похудело. Мне кажется, это помогает, но я не уверена. Потому что после нескольких раз использований, возможно, но это не точно, я не утверждаю. Я не делала там измерения своего лица. Мне кажется, что оно уменьшилось от вот этих вот массажей, по крайней мере, моей шочки. Это для вашего удовольствия и по вашему желанию. В отличие от увлажняющего крема. Ну, это просто приятно и, возможно, что-то делает. А еще вот так я люблю этот второй подбородок массировать, чтобы он ушел. Уходи! Если одновременно массировать и прогонять его словами, то, возможно, что-то и получится. Еще для увлажнения у меня есть вот тоже такой гель от Невской косметики. Мне его также дарит мама, потому что я не знаю, где его взять. Я использую его для увлажнения. Здесь есть очень много функций. У него написано. Освежает, увлажняет, успокаивает, уменьшает воспаление, препятствует закупорке, пор и регулирует жирность кожи. В общем, действительно хороший гель. Мне он нравится. Я использую его, когда у меня есть какие-то высыпания, покраснения, чтобы успокоить кожу, увлажнить ее одновременно. И со своей задачей, в принципе, он справляется. Я понятия не имею, сколько он стоит, но почему-то мне кажется, что это недорого. Помажу свою маршинку. Может быть, если я на нее все сразу намажу, она разгладится один раз и навсегда. То, что оказывается очень важно, но вы могли об этом не знать, потому что я об этом не знала до вот где-то лет 20, наверное, да. Это витамин С, спрей для лица. И знаете, почему нужен витамин С, спрей для лица? Я вот за своим компьютером вот там сижу, наверное, практически целый день. Вот с утра до вечера. В основном я, конечно, там монтирую. Еще я там делаю домашние задания в университет, разные проекты. Я не за своим ноутбуком. Только когда я снимаю. Но и тут на меня светит голубой свет, который разрушает защитные барьеры кожи и может приводить к ее старению, обвисанию. И для того, чтобы защититься от этого, нужно использовать вот эту штуку. Она очень приятно пахнет. У меня тоже от Body Shop. Честно, не знаю, где такую купить. Я даже не знаю, если она до сих пор в Body Shop. Просто прогуглите про витамин С или какие-то средства с витамином С. Я не хочу рано состариться. Я очень часто находилась на солнце в детстве, по несколько месяцев. И моя кожа, возможно, старше, чем у моих ровесников. Хотя вы мне пишите, что мне там 15. Но у меня есть морщина вот эта. Не хотелось, чтобы их появлялось все больше и больше. Поэтому использую вот этот вот спрей. Я его купила, потому что он был по акции. Я не понимала, зачем я его взяла. Но потом я узнала это. То, что витамин С помогает вашей коже не стареть так быстро. Он уже почти закончился, поэтому я, скорее всего, пойду и куплю еще такой. Или еще что-либо с витамином С. Также вы, наверное, знаете, что если использовать с SPF фильтром, там, тональный крем, просто крем, то ваша кожа будет стареть медленнее, потому что солнце вызывает ее старение, да. Но мне настолько идет загар, мне настолько нравится моя кожа, когда она загорелая, что я очень часто загораю. Если вам важна молодость вашей кожи, то пользуйтесь такими средствами с SPF фильтром. Но, думаю, мою позицию вы поняли. Я очень бледная. Я капец какая бледная. Серьезно, вот это белый, вот это я. По-моему, это один цвет. Из SPF у меня еще есть вот такое. Когда-то моя мама заказала пробники. Ля Рош-Позе. Это для людей с проблемной кожей. Он помогает регулировать... Сейчас прочитаю. Жирность кожи. Да, в принципе, я бы сказала, что он действительно помогал мне избавиться от прыщей какое-то время. Но, поскольку сейчас у меня их не особо много, я его не так часто использую. У меня было вот два таких баллончика. Один я сразу же выпрыскала. По-моему, сюда входит цинк. Я даже когда-то пила цинк для кожи. Так что, если оно у вас проблемное, можете его попробовать. Думаю, вам точно хуже от этого не станет. Все, что я называла в этом ролике, может помочь вам от проблемной кожи. Ваша причина появления прыщей может быть в том, что вы ее недостаточно очищаете или недостаточно увлажняете. Поэтому она увлажняет себя сама и делается очень жирной. Но, как с таковыми конкретными высыпаниями, я борюсь вот этим вот. Я давно перестала давить прыщи, всякие высыпания, вообще трогать руками. Для этого у меня есть вот такая вот штучка. Да, как у этих мастеров, которые делают механические чистки. Но я вообще не люблю механические чистки. Не люблю, когда трогает кто-то мое лицо, кроме меня. И также вот такая вот у меня штучка, самая простая. Здесь просто есть силициловая кислота. Мне кажется, какую бы вы ни взяли, она будет работать, потому что здесь нет никакой магии. Она просто подсушивает и все. Ну, в принципе, разобрались совсем. Остается такая проблемка, это синяки под глазами. У меня они есть, не знаю, видно вам их или нет, но есть они у меня всегда, что бы я ни делала. Знаете, какое огромное количество разных патчей я использовала? И абсолютно никакие из них не хотят мне помогать, что бы я ни делала, серьезно. Я только какие-то люксовые, наверное, не использовала, потому что я боюсь. Я просто боюсь, что они мне не помогут, но я при этом потрачу кучу денег. И получается, что их нужно делать каждый день, да. Поэтому я просто держу голову вот так, чтобы никто не видел моих синяков. Лайфхак. Еще есть у меня вот такая вот штука. Мне обычно лень ее использовать, да, потому что, чтобы охладить, нужно положить в холодную воду, чтобы нагреть, положить в горячую. Или также можно держать эту штуку в холодильнике. Но, знаете, утром, когда я просыпаюсь, доставать с холодильника эту штуку и терять свое зрение где-то на минут 15, мне не особо охота. Хотя, в целом, эта вещь довольно-таки удобная. И изредка я ее все-таки использую, и в основном для того, чтобы расслабиться. Вечером, когда глаза устают, после всех этих глядений в монитор или после занятий, то я ее нагреваю в теплой воде, держу некоторое время, она очень быстро нагревается. Кладу вот так на глаза, застегиваю, больше я ничего не вижу и просто отдыхаю. Нужно еще пить чай и отдыхать. Проблема в том, что мне не очень нравится то, что я не могу ничего делать, когда у меня глаза закрыты. Это сложно. Но если вдруг у вас есть лишнее время, чтобы расслабиться, можно такую вот приобрести. Помогает она от синяков или нет, я не знаю. Мне от них, в принципе, ничего не помогает, да я не испробовала ее в этом ключе, потому что не надеялась даже. Я вам показала все те продукты, без которых, в принципе, мне сложно было бы представить свой уход. Я сейчас подсуммирую. То, что вам нужно, это хорошо очистить кожу, также ее хорошенько увлажнить. И потом мне дать современным технологиям в виде электроники повлиять на ее старение. Также вы можете защищать ее от солнца по вашему желанию. Тут уж как у вас расставленные приоритеты. И это, в принципе, все. Также все вот эти вот базы, они помогут вам избавиться в какой-то мере от прыщей на коже, если она у вас проблемная. Если это вам не поможет, то, возможно, ваша проблема либо гормональная, либо в питании. Я, например, не ем глютен и не пью молоко, потому что от них у меня явно заметные высыпания. Если вы хотите, чтобы ваша кожа была прям хорошей, но при этом средств иметь по минималке, то, что я советую, это купить какой-то хороший увлажняющий крем, который вам помогает. Тут уж вам нужно просто будет перепробовать достаточное количество, чтобы посмотреть тот, который подходит вам. Мне кажется, просто нужно найти свой. Вот они все хорошие, но просто кому-то тот подойдет лучше, кому-то другой подойдет лучше совершенно. Моей маме очень нравился крем от Нитраджины, который мы покупали в Израиле с ней. А мне, например, тот крем не особо нравился. То есть не видела я чего-то сверхъестественного. И также это тоник, который смывает макияж, очищает вашу кожу и, главное, восстанавливает PH баланс. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Если он вам понравился, помог, то ставьте пальчик вверх, чтобы поддержать его. Па-па-па-па! Субтитры сделал DimaTorzok